Яблоки раздора Москва изгоняет белорусские фрукты из торгового рая Политика По советское пространство 11 апреля 8.18 яблоки раздору Москва изгоняет белорусские фрукты из торгового рая Росельхознадзор полагает, что под видом местной продукции к нам поступает товар из стран санкционного списка Виктор Сакюрка Комментариев просмотров 6567 Фото Виктор Драчев ТАСС материал комментируют Александр Зимовский Самая известная в Белоруссии фамилия российского государственного чиновника высокого ранга Помимо Путина Медведева Шойгу Милира и ПР Это Сергей Данкверт, глава Росельхознадзора Памятуют ее наши соседи не в самом лучшем контексте А белорусские селяне даже ДТЕ на ночь пугают, как бабайкой Вот придет Данкишон, местная транскрипция фамилии Данкверт, и тебя заберет Даже президент Лукашенко поручил своему МВД возбудить в отношении Сергея Алексеевича уголовное дело за нанесение ущерба государству Данкверт человек, решением которого вводятся запреты на ввоз той или иной продукции в России И Белоруссия уже не раз с его подачи попадала то под мясные, то под молочные, то фруктовые ограничения Нынешняя весна ознаменовалась новая яблочно-грушевая война с Белоруссией С 1 по 7 апреля на границе было задержано 36 фур с яблоками и грушами вообще без документов Еще 66 машин были с сертификатами белорусском происхождении фруктов, вызывающих подозрения Читайте также 30 лет начала краха СССР, Грузия положила империю на лопатки Саперная демократия это вам не лобби окушать События 9 апреля 1989 года в Тбилиси Россельхознадзур обратил внимание на то, что в прошлом году яблоки и груши у Белоруссии закончились еще в феврале Но продолжают поступать и в апреле Чей тогда товар? Уж не польский ли бачок у этих яблочек? А ведь Польша и Москва в ответ на козни Варшавы с антироссийскими санкциями ввела ответные, в том числе и по ряду товаров сельхозназначения Не секрет, что в 2914 вопросительный знак 2015 годах именно Белоруссия была основным каналом поступления контрабанды яблок на российский рынок, большей частью польского и венгерского происхождения Впрочем, сейчас подобные поставки сократились более чем в 10 раз, в том числе и из-за выявленных фактов подлогов происхождения продуктов Сейчас Белоруссия поставляет в Россию порядка 40 вопросительный знак 50 тысяч тонн яблок ежегодно, но уже не является главным поставщиком Тут уже яблоки груши в большей степени поставляют Молдавия, Китай, Сербия, причем не факт, что Кишинев и Белград гонят Москве исключительно свою продукцию, а не ту же польскую, итальянскую, венгерскую, а Пекин не подсовывает аргентинские груши И здесь регулируют поставки явно не Россельхознадзор, а некие принципы политической совместимости Вспомним еще одного известного запретителя Геннадия Онищенко, который долгие годы возглавлял Распотребнадзор В 2009 году он развязал с Белоруссией молочную войну, запретив к ввозу один вопросительный знак 400 видов молочной продукции из этой страны Причиной был заподозрен отказ президента Лукашенко в обмен на российский кредит разрешить продажу 12 белорусских молочных заводов, в которых были заинтересованы российские бизнесмены Конфликт разрешился в течение 11 дней и молочка опять пошла в Россию Ведомство господина Данькверта также неоднократно брало на короткий поводок сельхозпродукцию из Белоруссии, находя европейский запашок в говядине, шпике, в тех же яблоках и грушах Лукашенко громко возмущался, апеллировал к Путину и запреты отменяли, чтобы ввести снова Яблоко-фрукт политический, рассуждает медиаконсультант Александр Зимовский Сами посудите, изгнание Израиля из-за яблока, пусть прямо об этом в Библии не сказано, но такова общая версия Троянская война из-за яблока Вильгельм Тель стрелял по яблокам из политических соображений А ведь был еще Ньютон, да и молодильные яблочки нам не чужие Про белорусские яблоки я знаю достаточно много Там даже растут колоновидные яблони сорта президент, хотя к современной белорусской политике этот сорт отношения не имеет В 2018 году в Белоруссии, среди прочих напастей, был невиданный, или, как сообщали местные СМИ, беспрецедентный урожай яблок Это реальный факт Собрать планировалось 136 тысяч тонн, данные белорусского Минсельхоспрода С учетом яблок выращенных в частных фермерских хозяйствах вообще считали, что будет под миллион тонн Или по 115 килограммов яблок на каждого белоруса, считая тех, у которых нет зубов по младенчеству, либо по старости Вопрос куда их девать, порождало удивительное и не всегда пристойное предложение Тем не менее, белорусы, видимо, съели все яблоки еще до нового года Во всяком случае, официальная белорусская таможенная статистика отчиталась, что в январе текущего года Белоруссия ввезла 23 тысячи тонн свежих яблок Около 15 тысяч тонн из них поступили из Польши В этом же январе из Белоруссии отгрузили в Россию 12 тысяч тонн яблок С грушами ситуация аналогичная В январе прошлого года белорусы завезли в Россию 8,1 тысяч тонн груш В январе этого года уже около 12 тысяч тонн груш Very good business, как говорят американцы Мог бы дать цифры более актуальные, но в Белоруссии оперативными статистическими данными считаются те, которые вылежали месяца 4, или около того Заметьте, я считаю, что эти фрукты могут быть и белорусскими Это моя субъективная оценка, основанная на законе больших чисел Аросельхознадзор считает, что не могут Как он на то и поставлен, чтобы блюсти государственные интересы И если на ящике написана Антоновка, а в ящике лежит Golden Delicious То перед Генум Данквертом возникает дилемма библейского масштаба верить или не верить? Ну, вот, он не поверил Теперь жди реакции публики и партнера, то есть швыряния друг в друга яблоками, только уже гнилыми Насколько можно судить по сообщениям белорусской прессы, у них тоже есть проблема с импортными яблоками на прилавках То есть свой товар местные производители практически полностью стараются отправить в Россию А магазины продают привозные, в том числе и из Польши, чему обыватель не совсем рад и дороже И не такие вкусные, белорусы, как и россияне, традиционно предпочитают кисло-сладкие сорта яблок с красной кожурой Читайте также Зеленский и Порошенко сошлись за Донбасс Кто поведет в последний бой в Киеве не могут определиться, какие медсправки нужно сдавать для получения статуса миротворца Другое дело, что белорусские предприниматели стараются восполнить недостаток собственных яблок при поставках в Россию еще и импортными, в том числе и польскими Но специально обученный специалист-селекционер-мичуринец достаточно легко определит страну происхождения яблок и груш, импортные из которых и должны попасть под запретра сельхознадзора Если прийти летом или осенью на любой сельхозрынок в Подмосковье, то там чаще всего если картошка, то тамбовская Если огурцы естественно луховицкие, столько нет в Башкирии пчел, сколько везут меда из этой республики по всей стране Это зарекомендовавший себя бенд, на который реагирует покупатель Точно так же и с белорусской колбасой, салом, яблоками скорее купят именно из-за производителя Естественно, что предприниматели из Белоруссии никогда не сознаются, что сала это шпик из Дании, а яблоки из Польши Бизнес, ничего личного Вот еще откровенный смех вызывают белорусские креветки, которые в этой стране не водятся по определению Но активно представлены на прилавках российских магазинов Однако тут вот какая заковыка еще до введения санкций Белоруссия поставляла нам креветки и морепродукты со своим штрих-кодом производителя Однако выяснилось, что совместное белорусское-германское предприятие Санта-Бримор давно продает креветки, красную рыбу, форель и семгу под своим брендом Который ни под какие запреты не попал Ну а с яблоками тут вкусится на важнее потребителю За всем остальным пусть следит Росельхознадзор Новости России Рогозин рассказал о строительстве в РФ лунного корабля и его отличиях от американского Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова